Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер, и ноябрь нас начинает очень сильно радовать релизами. В данном случае Netmarble выпустили свою вторую часть Seven Nights. 11 ноября-12 ноября выходит долгожданный PUBG New State, ну а также ожидаем королевскую битву по вселенной Final Fantasy. Помимо этого, вы знаете, что 11 ноября стартует великая распродажа на Алиэкспрессе, и я для вас подготовил промокоды как для новых пользователей, так и для старых пользователей. Всеми промокодами вы можете воспользоваться до 31 декабря, и такое небольшое дополнение для старых пользователей. Вот этот вот промокод, который вы видите сейчас на экранах, действует только для тех, кто не оформлял заказы с 1 апреля 2021 года. Ну и по традиции я оставлю несколько ссылок на товары, которые я уже приобретал для себя на Алиэкспрессе. Возможно, что-то вас там заинтересует. Ну а мы переходим к теме ролика. Итак, создать учетную запись. Давайте попробуем создадим. Игруха вышла вот совсем недавно, надеюсь, мой никнейм никто не занял. Использовать эту учетную запись? Да. Я надеюсь, у нас здесь есть возможность привязать свою учетную запись к Фейсбуку, либо там к Гуглу. Ну, Эпплом я реже пользуюсь, именно Фейсбук самая такая распространенная, потому что можно на разных устройствах, на айфоне и на андроиде играть, используя одну учетную запись. Итак, здесь нам предлагают персонажи. Есть у каждого персонажа, видимо, данные. Лине хорошо помнит свое детство, строгую мать и изнурительные тренировки. Для командира наемников Рассвета нет ничего ценнее этих воспоминаний. Короче, у каждого здесь персонажа имеется своя история, свои какие-то спецатаки, и, конечно же, они все шикарно выглядят. Игруха сделана на движке Unreal Engine. Есть вот такая... Ё-моё... Так, а у меня имеются настройки. Тут, конечно же, Берсерк прям. Вальдур какой-то крутой. Давайте посмотрим реально на настройки. Такие рекомендуемые. Я хочу собственные и все прям вот, да, на высокое поставить. Играю, если что, я на айфоне 13 Pro Max. Давайте изглаживание включим. Что там использовать вулкан? Что за вулкан такой? Ну, я думаю, что это не совсем важно. Итак, вот сейчас он посимпатичней стал. Передвигаемся дальше. Глянем всех персонажей. Много их... Вообще их тут много, да? То есть мы прям можем любого выбрать. Можно бабищу взять. Я, честно говоря, не знаю, какой здесь вид. Сзади, спереди, сверху, по горизонтали. Это у нас рыцарь. Эван тоже еще один рыцарь, я так полагаю. Ну, бабуськи здесь, конечно, крутые. NetMarvel могут в графику. И вы сами знаете, в конце августа они выпустили игру по вселенной Marvel под названием Future Revolution. На нее обзор есть под видео в описании. Плюс в конечной заставке вы тоже сможете его найти. Вообще, NetMarvel, конечно, любит делать такие донатные помойки, в которых очень много всего для прокачки. И, конечно же, безумно много доната и красивая графика. Особенно сейчас. Вот в Marvel Future Fight я уже не играю. Короче, люблю я свое слово короче. Так, мне нужен какой-то крутой персонаж. Вот ты кто вообще? Кейт с дредами. Чуваки с дредами мне нравятся. Так, бабуськи, бабуськи. Ты кто такой? Драконий Вальдур. А, это Вальдур прокачанный уже какой-то, да. Ух ты, какие вы злые. Да что-то тут слишком много персонажей. Мне, честно говоря, плевать, кем играть. Может быть, и других персонажей можно будет добавить к себе в команду. Итак, я сотворю над этим миром волю бога разрушения. Ритуал бога разрушения подходит к концу. У меня нет выбора. Карин должна умереть. Руди. А нет, он должен так кричать. Руди. Эван, ты знаешь, что это так. По-другому нельзя. Нет. Нет. И он вальнул его, да? Лицемер. Ну, конечно, он ему руку отрезал. Но здесь, конечно, кровища нет, потому что, скорее всего, 13 плюс или 12 плюс. И он, короче, Руди нет. Нет. И он ее убивает. Прости меня, Карин. Гарин. Не плачь, Эван. Все хорошо. Ты найдешь такую же красивую девушку, потому что мы во вселенной от Нет Марвел, а здесь все девушки красивые. В итоге мир был спасен. С ценой жизни многих великих героев. Осколки бога разрушения раскидало во все концы света. Так началась новая эпоха. Так, через 20 лет после дня предшествия. Севен Найт. Седьмой рыцарь 2. В первую часть я, честно говоря, не играл. Ну, смотрите. Нет Марвел могут сейчас в визуал и... А почему я девушкой играю? Я выбрал же это, другого персонажа-то. Так. Ну ладно, девушка, так девушка. Ну, слушайте, визуал добротно выглядит, хочу сказать. Нет Марвел реально сейчас подружились с движком Unreal Engine и прям все замечательно. Так, нам показывают, короче, куда идти. Прям, знаете, видите вот эту вот штучку? Она мне прям напоминает что-то. В Black Desert Mobile, по-моему, тоже подобное было. Блин, графика шикарно выглядит. О, вот мой мужик-то, которого я хотел выбрать. Здоровяк, он, походу, берсерк. Как вы знали, где меня искать? Да они тебя не искали, ты сама к ним пришла, дура. Камень разрушения нашли. Тебя капитан ищет. Маленькая девочка что-то идет. Что-то с этой девочкой не так. Она потерялась? А, ничего, я просто на девочек засматриваться начала. Так, ладно. О, мы можем, короче, камеру отдалять. Слушайте, выглядит классно, конечно. Пока, прямо вот, вижу MMORPG стандартную. Куда идти-то? Блин, а знаете, персонажи еще похожи на героев из Final Fantasy, о которой я вот недавно говорил. Так, куда нам идти-то? А, смотрите, я то есть с командой прям. Во, появилась эта космическая светящаяся пыль, по которой нам нужно идти. Пишите в комментах, кто уже успел ознакомиться с игрой, докуда прошли и что вам она напомнила. Но мне, конечно, напоминает Black Desert Mobile тот же, но с более прокачанной графикой. Потому что в последний раз, когда я играл в Black Desert, там просто пиксели одни были. Ух ты, лошадка. Жители бегут какие-то, гремлины, я не знаю. Вы кто? Засада! Че? Давай, еще наваляем им. Какая засада? Давай, давай. Слушайте, выглядят прикольно пока что. Так, дай кия лучников. Коснитесь кнопки атаки. Так я коснулся. Их слишком много. Понятно. Вначале нас посвящают в эту вселенную. Во, спецатаки начали появляться. Господи, шо они кричат так? Оставьте их мне и вы идите помогите людям. Ох ты. Эпично. Эпично. Ну, хочу сказать, Netmarble сейчас могут в катсцены. Давайте, погнали дальше. Непонятные какие-то гоблины, короче, появились. Сейчас мы им будем наваливать. Что будет дальше ХЗ? Похоже, что они что-то ищут. Да, неудивительно. Ассасины какие-то появились. Да кто вы такие-то? И почему я девушке играю? Я мужика выбирал. Видимо, нас просто в самом начале знакомили со всеми персонажами, которые здесь имеются. И плюс, стопудово они будут иметь звездность и тут какая-то у нас... Ох, красотка прям появилась. В эпических доспехах тут дракон. Ну, лицевая анимация. Я, конечно, удивляюсь. То есть на мобилках раньше подобного не было. Обычно лицевая анимация отсутствовала. А здесь они, смотрите, прям... Видимо, после Marvel Future Revolution поняли, что надо эпичные катсцены включать, и тогда будет все замечательно. Так, типа мы можем включить автобой или что это? А, удерживаем, и она сама бежит туда, куда надо, да? И если нажать функциональную кнопку, задания и битвы будут проходить автоматически. Ага. Вот и автобой пришел уже в самом начале. То есть настолько они отбитые. Netmarble, зачем? Зачем автобой-то? Во! Это суперспецатака! Красиво. Я так полагаю, может быть, можно даже и на джойстике играть. Но пока что настройки я не вижу. Вот здесь ничего нельзя сделать. С хвала небесам, я слишком... Итак, вот она нашла эту девочку. Ты че, долбанутый что ли? Сила разрушения! Кто вы такие? Ничего не понятно, но выглядит красиво. Моя сила растет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Проклятие. О, сейчас мы с ним будем мочаться, мочаться, мочиться. Нифига себе, у тебя жизнь 99! Так, а че, у нас нету никакого уклонения, что ли? И, кстати, жизни я не вижу. Здоровья то есть своего. Очень странно, 98. Ну ты его так долго будешь долбить, подруга. А, вот, жизни-то у меня нарисованы, ёперный театр. Мне кажется, я все равно его сейчас не завалю. Нифига. О, подмога пришла! Давай! Давай-давай, долби его, долби. О, я этим могу поиграть. На тебе. Ну, слушайте. Опять же, визуально у меня никаких нареканий нет. Для мобилки это выглядит все круто. Теперь супер спецатака! Как бы он сказал, это эпично. Максимально эпично. Так, давайте уже все остальные там подключайтесь. И валите их. Ультимативная атака! В японских, кстати, мультах, я имею ввиду различное аниме, там обычно перед атакой они обязательно произносят название своей суператаки. Там, громовая жопа сейчас разорвется. Чем-нибудь типа того. Ну, вы поняли меня, кто смотрит аниме. Я думаю, вы сталкивались с этим. Так, а че это он ее уронил? Так, жизни, я смотрю, маловато у всех. Но они не погибают, потому что что-то надо сделать, да? Я не могу уйти. Ну так вы завалите его или нет? О, броня появилась. Отлично, это хорошо. Ну все, должна быть сейчас крайняя катсцена. Мы типа должны его завалить. Вот, прибили. Наваляли. Все эпично, красиво. Ляшки-попки летают. И сейчас эта девочка окажется каким-нибудь магом и просто остановит этого демона, да? Все летят, прям как матрицы. Это прям Данте какой-то. Открой глаза. Воспользуйся своими силами. И тут сейчас она, короче, его остановит, да? Нет, моя сила. Она просто исчез. Как в Думе третьей части. Не может быть! Ты нейтрализовала силу разрушения? Кто ты? А это, мне кажется, эта подруга, которую в самом начале убили, она переродилась. Ух ты. Это что, я из Мордора, что ли? Как его там? Наконец, катастрофа его зла. А вот и ты. Игрок, типа, да? Финне, ты только помнишь свое имя? Тогда как ты нейтрализовала силу разрушения? Я просто сделала все, как сказал мне голос. Ну, смотрите, блин, лицевая анимация бомбически, конечно, выглядит. Они глазками двигаются. Вон в глазках все горит прям вообще. Видно эмоции на лицах. Если раньше на мобилках просто они либо рот открывали и моргали, то сейчас они могут смотреть в какую-то сторону, блин. Это удивляет, конечно. Нет Марбл, видимо, поняли, что работает, и начали зафигачивать добротные кат-сцены. Погнали, короче, мы дальше. Ну, смотрите, визуал, свет как расставлен. Красавшно, красавшно. И еще одна очередная сцена. Ну, нас должны на старте игры как-то посветить в эту вселенную и рассказать, что, к чему, зачем и как. Тут какая-то сила разрушения есть. Ковер у вас классный, прям российский такой. Что ж, вывод у меня такой. По игре, скорее всего, это очередная MMORPG в псевдо-открытом мире, где мы будем перемещаться по различным локациям. Локациям вес игры я тоже напишу внизу в титрах, в самом начале, скорее всего, у ролика. Вы должны были это видеть. Около 6-7 гигабайт она весит. Ну, а вы можете написать, на каком устройстве вы опробовали данную игру, как она себя чувствует на вашем аппарате. Ну, и докуда вы прокачались. Короче, какая-то бабища появилась. Ничего не понятно, опять же, что здесь происходит. Но, на самом деле, я надеюсь, разработчики оставят какие-то записки, которые мы будем читать и узнавать значительно больше об этой вселенной. И не только за Лине сможем поиграть. Скорее всего, здесь, как и в Marvel Future Fight, мы сможем несколько персонажей брать на задание и между ними переключаться. Итак, мы уже снова отправились в город, и тут какая-то... Все красивые. Просто, вот, все девушки прекрасны. Пока еще до мобилок, слава богу, не добралась вот эта вся толерасти. Смотрите, она еще и зайчик. Вообще. Здесь девушки выглядят хорошо, симпатично. Не то, что в некоторых играх сейчас. Это я, например, про Horizon Forbidden West. Что у нас там еще было? Эбби в The Last of Us 2. И есть и другие персонажи, короче. Ладно, народ, на этом, пожалуй, я завершу первый взгляд на игру Seven Nights. Если вам понравился данный видос, поставьте ему большой палец вверх, жахните в колокол, дабы не пропустить следующие ролики. Ну а если вы впервые на этом канале, отметьтесь кнопочкой подписаться. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok